Здание ЖЭКа обрушилось в московском районе. Под завалами погиб человек. Это здание сейчас стоит заброшенным. Слесарей перевели в другое помещение, а сюда стали ходить охотники за металлом. Выламывают трубы, батареи. Но все это уже украли. А швеллеры в стенах остались. И вот два друга с кувалдой и решили швеллер выбить. Выжил только один. Я вот с этой стороны стоял. Вообще. Он кувалду бил вот эту. Я вот раз пять ударил, потом он встал. Тут трещина была, видно. Вон там тоже трещина идет. Тоже может упасть в любой момент. На меня мелкие кипичи посыпаются, а у него целая глыба вот эта упала. Глыба упала, и он, видимо, головой еще об стену ударился. Потому что у него голова пробита, позвоночник и нога у него в другую сторону смотрит. Я еще минуту на него смотрел, я растерялся вообще. Он только как сказал, что вызову скорую. Я минуту только его так вот. Руслан, Руслан. У меня уже кровь пошла из-за рта. Я сразу 112 вызвал. Я когда пришла, он уже был мертв. А вы знали то, что он добывал цветной металл, сдавал его? По стоку-поскоку. Я в его дела как бы не влазила. И когда я на рабочей, я не могу за ним следить, куда он ходит и зачем, понимаешь? Лазит для чего? Чтобы найти что-то ценное. А то, что лазит, это и так понятно. Тут у нас полрайона таких. Там вот тут выносили эти трубы какие-то. В общем, железо. Кто сдает, вот металл, вот все оттуда вытаскивали. А что здесь тысяч на пять было бы? Мы же не воруем ничего. Это же не это. Не мародерство, ничего. Это все заброшено. Кстати, это разваливающееся здание является городской собственностью. До 2020 года оно было в аренде. Сейчас за него отвечает комитет управления городским имуществом. Как там заявили, здание было законсервировано. Но его разгромили охотники за цветметом. И вот эта охота, в конце концов, и закончилась трагедией. Что городская администрация намерена делать с этим разваливающимся зданием дальше, в Куги нам сказать не смогли.